Отчасти разбилась планета Дом мой остался без света Листья колышется где-то Значит, рядом ты А значит, буду я искать сред дорог и ухаб Все вокруг говорят, что я такой странный Пусть не верит мне никто, но ты где-то рядом Провожаешь меня тихо, коварным Взглядом, может, я опять напьюсь И ты не увидишь про спиртованную грусть Ярость и вспышу, или я сошел с ума И давно не рвать, и тогда кто ко мне летит Тогда в тумане Все поменяется потом И останется лишь день А на бэ А-а-а-а Распиртованный мой дом И прокурен на постель Больше нет настроения Дальше продолжить веселье Жизнь свою Дальше продолжить Если нет тебя Менько Как будто не влажных слов Кораблик бумажной жизни Мессмысленной страшной Стала для меня Пусть он поменяется потом И останется лишь день А нам в эре А-а-а Распиртованный мой дом И прокурен на постель А значит, буду я искать сред дорог и ухаб Все вокруг говорят, что я такой странный Пусть не верит мне никто, но ты где-то рядом Провожаешь меня тихо, коварно Взгляд-то может я опять напьюсь И ты не увидишь Праспиртованную грусть Ярость услышу И я сошел с ума И давно не рвай И тогда кто ко мне лезет Тогда в тумане Браво! Как говорится, дадим рока в этой студии В это утро Друзья, у нас в гостях Рок-группа Арси А именно Дмитрий Брижак Александр Корчевский Валерий Никонов Андрей Кузнецов Никита Каптан Здравствуйте, ребята Доброе утро Хорошее утро. Ну прям взбодрить. Хорошее, действительно. Начнем, кстати, с маленьких памятных подарочков. Да, моготип нашего альбома. Памятные подарочки. Держи, приколи. Ты как раз хотел у ребят приколить, ты хотел как раз у ребят про этот значок спросить. Да, я хотел, ну все, но я свой не подарю. Вопросы отпали, да? Я потом вам другое подарю. Мы когда сделаем хорошее утро, значки, мы вам подарим. Слушайте, а давайте все к нам будут с подарками приколить. Отличная тенденция. Ребят, вот, если крупно, там это двое живых. Расскажите, откуда это? Что это? Это новый альбом наш. Новый альбом? Который очень скоро выйдет. Третий уже получился. Третий по счету. Третий альбом. Да, чего ждать от этого? От альбома, ну, у нас каждый альбом, он очень отличается от предыдущего. То есть до этого был шансон? Практически, да. И вот именно этот альбом, он, конечно, более социальный, грубо говоря. То есть мы рассматриваем такие темы, как, например, загрязнение планеты, группа. Выбирание животных. То есть вот мы акцентируем... Эко-группа. Акцентируем внимание на многих таких социальных вещах, социальных моментах, которые нас не устраивают. Круто. Друзья, вы, пожалуйста, придите и ознакомьтесь вообще, если вы не в курсе, что происходит. А можно прийти, кстати... Можете в альбоме послушать 27 августа. Концерт. Как раз там произойдет презентация альбома. Да, мы презентуем альбом именно на концерте, и через несколько дней выходит уже непосредственно альбом. Чего еще ждать от концерта всем зрителям, которые собираются прийти? И кого мы зовем туда? Мы зовем туда всех. Так. Кто любит? С семьями приходите. А вот на самом деле у нас целевая аудитория очень непонятная и размытая. Люди слушают нас от 12 до 60-70 лет. То есть невозможно понять, кто именно наш слушатель, поэтому... Ну, получается... Поэтому ждем всех. Да, Арси 12+, мы выяснили. Такая группа. Хорошо, в нескольких словах. Творчество. Ваше. Вашей группы. Оно про что? Вы же не про радугу поете, не про... Единорогов. Да. Ну, если сказать обобщенно, у нас есть у каждой песни маленькая история. Есть маленький такой литературный художественный герой. Так, Аннабель. Это фильм «Проклятие Аннабель» туда отсыл или нет? Ну, про призрака, да, песня. То есть история, на самом деле, у каждого разная, у каждой песни. Это как маленькая книга, грубо говоря, мы ее рассматриваем. И все это объединяется в одну большую концепцию альбома. Хорошо. Так. Ну, если... Подожди, Паш, если... Вот, пожалуйста, вот такой значок у меня, да? Да, вот такой. Теперь у нас... У меня тоже такой есть. Ну, у тебя женские варианты. Кстати, про женщин. Вот. Бальчишки. Да, Наталья за кадром находится. Ее не в ВКонтакте у вас на фотографиях, нет. Не выступает она с нами. Да, будут солистки. Ну, достаточно ли вам только мужской энергии? Не хотите ли взять себе девочку-солистку? Я не намекаю ни на что, я просто спросила. Нет, достаточно, на самом деле. У нас просто какая ситуация была, у нас играла девочка, и потом она вышла замуж за барабанщика, и они оба ушли, и поэтому... Да, поэтому мы решили, что все. Даже здесь какая-то история. Сейчас нарожают новых групп. Маленьких барабанщиков. Да, конкуренция. Сейчас, когда вот мы общаемся с молодыми исполнителями, они все говорят, мы делаем упор на бит, на запоминающийся какой-то мотив, мы понимаем, что ваше творчество – это кардинально другая история, поэтому вопрос, сколько времени вы тратите на создание своих композиций, если это целая история каждый раз? Ну, вот предыдущий альбом у нас вышел в 2018 году, в 2018 году, и вот прошло два года, мы два года готовили этот альбом. Вау. Это огромный процесс, потому что мы, опять повторяем, это целый альбом, это целая вселенная, она взята непросто и проработает. Сейчас у нас 9 песен. 9 песен. Окей, и получается, ну, полноценный концерт, или еще на концерте мы услышим уже полюбившиеся хиты из совершенно верных двух альбомов. Конечно, конечно. Будет около 25. Запомните, ребята, ну вот у вас готика, 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 откуда это все? Вот это вот. Эверс. Правильные книги считаю. Эверс. В свое время. И Гоффман, и Эверс. Вообще, в принципе, такое все вот готичное нам всегда нравилось. Вот мы объединились, грубо говоря, одной идеологией вот этой вот музыки, и нам нравится, поэтому мы делаем, пишем музыку для себя в первую очередь. И поэтому... Кто разделяет... Да, кто разделяет, тот и... Ребята, а это правда, что из Барнаула вы приехали тут? Как вообще это получилось, коллаборация? Этот отель магия произошла. Ребята приехали из Барнаула. Все просто. Приехал поезд. Собрались. Да, так и было на самом деле. Мне пришлось первому переехать сюда. Некоторые обстоятельства заставили меня переехать. И за мной переехал только один человек. Это Андрей. И пришлось все заново начинать. То есть у нас там уже была группа... Но не жалеете. Нет, нет, не в кости. И мы не жалеем, потому что потрясающая группа, отличное настроение и тот вот настрой и смысл, который ребята передают своими песнями. Да, 12 плюс, переходим к ноль плюс. Наши юные коллеги «Шустрое утро» продолжают наш эфир. Ребята, огромное вам спасибо, а вы оставайтесь с нами.